Ну что ж, мы начинаем. Персональный ваш Алексей Венедиктов, Сергей Бунтов, он ведущий, Анатолий Кузьмина, звукорежиссёр. Добрый день, привет, Алёша. Добрый день, Серёж. Поздравляю тебя с прошедшим днём рождения. Спасибо большое. Желаю счастья в личной жизни, пух. Бум. Да. Кстати говоря, большое спасибо всем, кто поздравлял по всевозможным сетям и так далее. Слушай, давай про сети, вот раз про сети заговорили, Телеграм, вот, расскажи про новости в Телеграме. Ну, мы просто провели эксперимент, сейчас проводим эксперимент, значит, я вошёл в Телеграм-канал и создали Телеграм-канал ровно накануне его объявленного закрытия. Это был такой, как бы, я сказал, жест солидарности, а теперь не знаю, что с этим делать, поскольку его не закрыли. Проскочь это, я солидаризировался с Павлом Дуровым, а теперь не знаю, куда засунуть эту солидарность. Я его веду, и мы сейчас решили как-то попробовать совместить эту историю. Я сейчас на сайте опубликовал часть своего поста в Телеграме, который я сделал утром, и с переводом на Телеграм. Мы посмотрим, как это функция, как связан Телеграм, как может быть связан Телеграм с сайтом, насколько это расширяет аудиторию. Так что посмотрите заодно, вот сейчас. Да, через сайт Эхо Москвы можно зайти, я написал о кадровой политике Путина, удивительной, которую мы не заметили за последние полтора года. Да. Вот там я написал про это. Сейчас об этом ни слова, точно так же, как ни слова не будет сейчас радиостанция Эхо Москвы, завтра в 17 часов будет программа «Беспосредник». Да, в 17. Алексей Венедиктов и ваши вопросы, какие-то просматривали эти вопросы, касающиеся Эхо, но вот завтра на них будут ответы, на них и на другие вопросы, которые поступят. А сейчас к другой. Вот, в общем-то, совершенно грандиозная церемония прощания с Гельмутом Колем в Страсбурге. А какой-то вот этот всеевропейский характер, он производит впечатление очень. Да, мы как-то немножко в стороне, хотя туда полетел премьер-министр Дмитрий Медведев и вдова президента Ельцина Наина Ельцина. К сожалению, по состоянию здоровья, как я понял, не смог полететь Михаил Горбачёв, ему запретили врачи. Но первое, что поражает, гроб бывшего немецкого канцлера накрыт европейским флагом, и это не случайно. Второе, это Страсбург, а не столица Германии, а не Берлин, который он объединил, я хотел бы заметить. Коль объединитель, это второе. Это, конечно, еще при его жизни, хотя он уже был на пенсии, он входил в пятерку самых популярных немцев, возвращаясь к нашим самым популярным лидерам. Я просто хочу вам рассказать про опроси, который проходил пять лет тому назад. И, значит, на первом месте Гёте, у немцев, среди немцев. На втором месте Аденауэр. На третьем месте Эйнштейн. На четвертом месте Бисмарк. И первый живущий при жизни на пятом месте Гельмут Коля. А там на шестом, седьмом, восьмом, это Шмидт, это Лютер, это Карл Маркс, это вот туда всё. Карл Великий ещё. Да, Карл Великий, Карл Маркс и так далее. То есть он был на пятом месте при жизни среди великих немцев всех времён и народов, считая от Карла Великого, замечу я. То есть уже тогда немцы понимали, что этот человек не только объединитель Германии, но, как сегодня говорят, объединитель Европы. И, конечно, надо делать большую программу. У нас была программа, но надо делать о нём большую программу о Коле, и как его видели здесь, и как его видят там, и что о нём будут говорить потом. Вот сейчас идёт по всем каналам прощание с Гельмутом Колем. Действительно большой человек. Я читал очень много о нём, и читал переведённые его воспоминания, очень хитрый, очень изворотливый, очень тяжёлый переговорщик. И Миттеран о нём писал, что он тяжёлый переговорщик, и Горбачёв о нём говорил, что он тяжёлый переговорщик. И Клинтон, и Буш, и Рейган, все называли его тяжёлым переговорщиком, но он был национальным лидером, он был европейским лидером. То есть, это объединитель. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что среди вот этих вот людей, среди этих самых видных пятёрки, и Аденауэр как восстановитель, и Бисмарк, и Коль как объединители Германии. Объединение, да. И Коль, конечно, в том смысле продолжатель дела Аденауэра, потому что Аденауэр тогда знаменитую свою фразу сказал, сначала это свобода и Европа, а потом мы будем думать об объединении народа. Абсолютно верно. А здесь свобода и Европа подошла, вот эта интеграция вся подошла и создалась такая обстановка. Вообще, человек чрезвычайно интересный, я думаю, у него много кто скажет, напишет. Я вообще сожалею, что президент Путин, тем более, что он служил в Германии, как мы знаем, что он туда не полетел, это неправильно. Но пусть мы довели. Ну да, как-то это так себе. Слушай, тут что-то перепутал. Товарищ у нас Альфит, по-моему, здесь написано. Ты же не был доверенным лицом Путина. Я никогда не был доверенным лицом никакого кандидата, куда бы то ни было. Да, вы что-то перепутали, если у вас вопрос. Наоборот, я все время отстраняюсь от этого, если мне предлагают публично и непублично, а я отказываюсь. И так будет впредь. Теперь, давай вот сейчас, раз уж у нас была тема всевозможных самых популярных фигур прошлого, у нас товарищ Сталин снова в такой популярности. Ну, смотри, во-первых, вопрос был задан лукаво, да, самые выдающиеся, как я понимаю, а не самые популярные. Это не так, самые выдающиеся. А выдаваться можно и чрезвычайными злодействиями. Кстати, что важно, из вот этого списка, выберите самого выдающегося немца, были исключены Гитлер, Геббельс и все, кто попал по Нюрубергский трибунал. Они просто не входили в опросник. Принципиальная позиция германской власти, германского общества. Просто не входили в опросник. Палачи не входят в опросник. Потому что, можно сказать, кто был самым выдающимся палачом? Вот можно в дилетанте нашем сделать там 10 выдающихся палачей всемирных, да? И я вполне допускаю, что между товарищами Чингисханом, Тамерланом, Гитлером, товарищ Сталин нашёл бы своё место. Может, не первое, но нашёл бы. Поэтому самый, не самый популярный, а самый знаменитый и самый выдающийся. Вопрос с хитрецой. При этом, я как бы хотел, вот Резник снял с языка. Я тебе хочу сказать, что Сталин, фигура Сталина, помимо сталинистов, помимо того, что там вот твёрдая рука, да, это ещё фигура протеста. Сталинисты настоящие, искренне являются антипутинцами, являются противниками коррупционного режима, да, являются противниками компрадорской буржуазии. То есть, когда мы собираем вот всех, кто ходит с фигурой Сталина, они по-разному его носят, я бы сказал так. Многие, особенно молодёжь, конечно, носят его в знак протеста, я разделяю эту точку зрения. От этого не легче, это правда. Нет, от этого не легче. Но мы должны, тем не менее, понимать, почему Сталин становится такой популярной, вот тут я поменяю, популярной фигурой. Потому что люди говорят, ну как, он жил в одной шинели и умер в одной шинели, да, посмотрите на дворцы наших владельцев. Вот в этом смысле надо рассказывать, как он жил на самом деле. Ну и что, а Гитлер был вегетарианцем. Гитлер вегетарианец. Ну и тоже, ты знаешь, могли бы и носить и Гитлера по-разному, знаешь, кто за национал, кто за социализм. Нет, это уголовное преступление. Там это уголовное преступление, пока ещё в Германии. Это, повторяю, уголовное преступление. Но чем дальше отходит Вторая мировая и Третья Рей, тем больше людей в той же Германии. Говорит, давайте мы более объективно подойдём к Гитлеру. Но я просто хочу сказать, что в Германии, когда мне приходилось говорить с молодыми и с политиками, не очень молодыми моего возраста, они говорили, вы не понимаете, Алексей. Для нас Гитлер – палач германского народа. Он привёл Германию к краху. Он привёл нас к краху. И от войны, от вашей победы в войне, от ваших союзников победы в войне, выиграла Германия. Великой страной, великой Германией Германия стала не при Гитлере, а сейчас она лидер Европы потому, что вы разбили Гитлера. Мы выиграли, немцы. И это говорят политики, но это, понятно, им положено, может быть, так смотреть более внимательно, но это говорят, повторяйте, студенты. И вот мои встречи с немецкими студентами, они вот провинциальных университетов, они вот меня поразили тем, таким подходом и таким пониманием, что крах Третьего Рейха – это великая победа, великая удача для Германии, не победа, это не их победа, это их удача, это следствие нашей победы. Вот такой подход. Они проходят это очищение, они прошли, им до сих пор стыдно, молодому поколению не очень, за то, что Гитлер делал, внимание, внутри Германии. Вы что, правда думаете, что германскому народу стыдно, что германский народ делал во Франции, что он бобил Великобританию, что Ромель был в Ливии, или что Паулюс дошёл до Сталинграда, да нет же, да нет же, им стыдно за расовые законы, им стыдно закон с лагеря, вот за что им стыдно. Им стыдно за методы, которые применяла политическая полиция Гестапо. Но мне просто так стало стыдно, не на ровном месте, потому что это долгая тоже, неважная политика. После победы Советского Союза и союзников, конечно, конечно, но они сейчас сознают, насколько благоприятно для Германии было поражение во Второй мировой войне. И не только экономически, и прежде всего не экономически. Никогда Германия не достигала такой силы и такого расцвета, как сейчас, после поражения во Второй мировой войне. Никогда, вот просто никогда. Вот победа над ней означала расцвет. А у нас что происходит? А мы свою победу не применили к себе, Серёж. Вот и всё. А у нас Сталин кузнец победы вот этой самой. Ну, послушай меня, я уже задавал. Знаешь, мы сейчас выпустили журнал, немножко реклама про 1941 год. Поспрашивайте, пожалуйста, в киосках, будённый там на обложке, июльский номер журнала «Дилетант», и там мы про это мельком, а я сейчас не про это. Вот, понимаете, большие потери в 1941 году, ну, война, правда. В войне могло поворачиваться и так, так. Большие захваты территорий, правда. Но 3,5 миллиона пленных – это ответственность советских военачальников за 5 месяцев 1941 года. Вот эти 3,5 миллиона пленных 5 месяцев 1941 года – чисто ответственность Сталина и его начальников. Есть переписка, есть телеграммы, запрет на отступление, киевский котёл, 665 тысяч человек в плен. А хотелось бы вам сказать, что из плена вернулась-то треть. И я хочу вам сказать, что сегодня в цене победы я попросил Рыжкова-Дымарского, чтобы они сделали с Павлом Поляном историю военно-пленных 1941 года. Вот за это отвечает Сталин. Не Гудериан, понимаете, не Кейтель. Я повторяю, они не ожидали такого количества пленных. У них не было ресурса даже, их как-то вот и пленные умирали. И за это отвечает в первую очередь Сталин и его военачальники. Да. Поэтому смотрите на историю вот так, с прищуром. Да, но у нас никакой досталинизации планомерной и глубокой не проводилось никогда. Ну, проводи досталинизацию в своих семьях сначала, да? Да. 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 Но в Германии это делало государство. И государство тоже. Вот. Семья говорили разные. Давай об актуальных делах тоже ещё. Говорили мы много и ждали мы вердикта присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. Ну, вот он состоялся. Ну, я уже говорил в самом начале процесса, когда было понятно, куда всё идёт, и мне было понятно, куда уйдёт, что я бы считал более правильным, если бы присяжные не пришли никакому решению. Это означало, что дело вернулось бы в Следственный комитет, в прокуратуру, ФСБ, куда оно должно было вернуться, и расследование пошло бы заново. Это первое обстоятельство, потому что очевидно, что следствие выявило лишь небольшой кусочек и небольшой отрывочек этого политического убийства злодейского, ещё раз напомню, в спину, безоружного. Всё как надо, собственно говоря. Всё как учат учебники. Это первое соображение. Второе соображение, конечно, заключается в том, что следствие и суд тщательно, и прокуратура, кстати, обвинение, тщательно избегало вопроса об организаторах и о заказчиках. Ну, про заказчиков отдельно. Давайте разделим организаторы и заказчики. Заказчику это сейчас доказать надо, что он заказал. А вот организаторы, они вот как бы понятны, да, координаторы. Есть координаторы, есть организаторы. Я бы ещё разделил больше. И следствие, и судебное следствие тщательно уходило от этого вопроса, как будто имело заказ, а может быть, и не как будто. Тщательно имело заказ на то, чтобы расширять список людей, которые сидят на скамье подсудимых. Это вторая история. И оставляет таким образом мало вопросов, немало вопросов. Третья история заключается в том, что те люди, на мой взгляд, может быть, кроме одного, ну, на мой взгляд, а я внимательно изучал это дело, как наблюдатели, разговаривал с разными экспертами и юристами. Они, безусловно, участвовали в подготовке и были частью той команды, которая привела и к убийству Бориса Немцова, и должны были за это быть наказаны судом. И, видимо, присяжные это услышали, и они наказаны судом. При этом ещё раз повторю, что нельзя брать первое, второе, третье отделе, надо смотреть всё в целом. Мы специально на сайте разместили позицию министра информации Чеченской республики, касаясь решения суда. Господин Умарова, зайдите и прочитайте. Не добавляет ли вам это вопросов? Вообще лучше задаваться вопросами, поскольку ответов... Ответы можно придумать любые. Но мне кажется, что на этой стадии очень важно формулировать вопросы к апелляционному суду, формулировать вопросы к обвинению и к защите, потому что появилось очень много таких вот как бы соображений, которые люди имеют право высказывать любые соображения. Но я всегда помню фразу Збигнева-Бжезинского, любимую фразу, что история делается скорее хаосом, чем заговором. И в этой истории я вижу ещё элемент хаоса. Есть, конечно, элемент заговора, но есть элемент хаоса, особенно когда Путин потребовал немедленно раскрыть, там в шесть дней раскрыли это дело, в смысле тех исполнителей. Исполнителей. Которые, не всех, видимо, исполнителей, которые оказались на скамье подсудимых. Ну и что, теперь, в принципе, до свидания? Я не думаю, что до свидания, потому что, во-первых, впереди апелляция. Во-вторых, очень важно публично задавать вопросы и следствию, и президенту на пресс-конференции, естественно. Но, и, безусловно, если мы получим вопросы на следующей пресс-конференции президента, у нас будет вопрос, насколько он удовлетворён этим решением суда и что дальше. Ну и важно публиковать эти самые вопросы, чтобы люди над ними задумывались. Вот, я бы сказал так. Ну это на очень и очень долгую перспективу всё. Ну у нас ещё убийство Кеннеди не раскрыто. А это уровень такого убийства? О, да. Не раскрыто, но от этого не легче здесь. От этого не легче. Здесь, мне кажется, были все возможности и есть. Остаются все возможности вытянуть ниточку убийства Немцова. Значит, нет желания. Мне кажется, здесь очень серьёзная блокировка идёт просто. Это очевидно даже. Другой суд будет когда-нибудь. Сейчас выясняется его формат. Это с сбитым Боингом. Ну, я думаю, что приблизительный формат понятен. Это будет суд в Нидерландах. Погибло из 289, по-моему, 169 нидерландских граждан. То есть, больше половины это были нидерландцы. Это будет суд, который будет в Нидерландах. И очевидно, что международная следственная группа туда должна представить Нидерландской прокуратуре свои наработки. Именно. Да. И Нидерландской прокуратуре. Но всё-таки они ещё не определили, где, в какой стране. Скорее всего, в Нидерландах будет. Ну, они ещё не определили, но я определил. В Нидерландах. А как ты относишься к стенаниям того же самого Клинцевича, что Россия не участвует в этом? Это кто? Франц Клинцевич, говорит. Клинцевич это кто? Деятель, депутат и так далее. А как я отношусь к стенаниям российских депутатов? Ну, собственно говоря, Россия не участвует. Да, Россия не участвует. А почему Россия вообще должна участвовать, если Россия утверждает, что она не имеет никакого к этому отношения? Это был не российский самолёт, там не было ни одного российского гражданина, и сбит он был над территорией Украины в этом смысле. Хотя российским следственным органам были направлены все запросы от Международной следственной группы, я думаю, что во время суда мы услышим, на какие запросы они получили ответы, а на какие они не получили ответы. В этом смысле, конечно, не участвует. А как кто она должна участвовать? Она не пострадавшая сторона. Она может участвовать, если Россия сбила этот рейс, тогда Россия должна участвовать. Стенание потому, что вот Россию назначили виновные уже, и Россия не имеет возможности оправдываться. Во-первых, я не видел назначения России виновной, я не видел заключения следственной группы, наверное, Клинцевичу виднее. Наверное. Во-вторых, если там будут подсудимые и названы конкретно имена, то я думаю, что эти люди будут приглашены в суд повесткой вместе с адвокатами. Но вопрос от Сергея. Почему Соединенные Штаты не дают данные про сбитый Боинг? Почему Российская Федерация по 15 километрах от границы, которая была сбита, не дает данные про сбитый Боинг? А какое отношение к нам вообще Соединенные Штаты, Сергей, имеют? Где империя, а где вода? Ну, у них все. А вот Россия... Они же видят все, спутят повсюду. Хорошо. Так вот, я могу вам сказать, что следственная группа получила эти данные. Россия выдавала очень много всяких данных. Это мы увидим в судебном процессе. Мы увидим в судебном процессе эти данные, в том числе американские. Вы пропустили, Сергей, эту информацию от следственной группы. Так бывает. Ну, что же делать? Здесь... А вот вернуться на секунду к Немцовскому процессу. Сколько надо, столько и вернемся. Упорство, с которым отказывались квалифицировать это как убийство государственного политического деятеля. Упорство. Просто отмахивались и все. Никакого упорства я там не заметил. Понятно, что в условиях убийства общественного деятеля или государственного деятеля на другие ресурсы. Мне кажется, что это было политическое убийство, и мы имеем дело с политическим процессом. Обращаю ваше внимание на очень интересный кунштюк. До сих пор, не очень понятно, стрелок, который был обвинен в том, что он стрелок, Заур Дадай, утверждается, что он в момент убийства был уже уволен. Вопрос, а почему тогда военный суд? В чем здесь военный суд? Они тогда все гражданские лица, они все бывшие военные. Тогда там нет ни одного действующего военного на скамье подсудимого. Или он не был уволен, и тогда, где ответ, в том числе руководство внутренних войск во главе, тогда, где он же служил во внутренних войсках, подчиненных Виктору Васильевичу Золотову, и мы знаем представление следователя Красного Золотова о том, что скрывается информация. Так вот, Дадаев был уволен или нет? Он был военным на момент совершения преступления или нет? Если нет, тогда при чем тут военный суд? Вот там много таких вопросов, там много таких ниточек, там много разных квалификаций, понимаете? И пусть те вопросы, которые задают разные люди, даже которые задают их, не имеющих отношения к делу, скажем так, или фантазийные, пусть они будут публичными. Мне кажется, что это важно сейчас. Что сейчас важнее, даже фантазийные вопросы. Какой он политический деятель? Какой он? Депутат Ярославской областной думы, он первый бывший, первый вице-премьер, он лидер политической партии, зарегистрированной в Российской Федерации. Такой он политический деятель. Вот такой, какой есть. И по закону, будучи депутатом областной думы Ярославской, кстати, который дает право без подписи выдвигать людей, кандидаты в любую областную думу, да, это федеральный политик. И чего? Что вы это не знаете? Где вы проспали последние 25 лет? Да, скорее всего спали, но можно еще проснуться, услышать новости, а потом продолжение программы персонально ваш. Подбери там, что там есть, просто по тем же темам. Что? Прежде чем Лука, подбери там какие-то вопросы, если есть. Да, да, да. Есть конкретный, может быть, вопрос. По Немцову, по МАИЧ-17. Стоп. Субтитры сделал DimaTorzok. Группа градусы, группа жилой звук и многие другие. Всех гостей и друзей фонда ждет сюрприз. Подробности на сайте бюро.дм.ру. Средства, собранные во время концерта, пойдут на реализацию программы фонда Центр пропориентации. 6+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. Цена победы. Трагедия советских военнопленных. Такова тема субботней программы «Цена победы». Гост передачи «Историк Павел Полян». Цена победы в субботу после последнего вечера. Алеша, ты ел что-нибудь? А? Алексей Венедиктов, персонально ваше. И здесь отдадут их Кадырову. Вот мы возвращаемся к некоторым вопросам. Отдадут их Кадырову, а он их выпустит. Могут. Могут. Они где-нибудь окажутся. Или не окажутся. Где-нибудь всплывут. А может, не всплывут. Вот что вы думаете, вот здесь про другое совсем, что вы думаете о встрече Путина и Трампа? Очень многие задают вопрос. Я вообще про это не думаю, имея в виду, что такая встреча состоится и как тщательно подчеркивается представителями Кремля и Белого дома. Это будет ознакомительная встреча, но это будет приблизительно как встреча Путина и Оливера Стоуна, я думаю. Она без последствий каких-то кардинальных... А, по значению своему всемирно-историческому. Да. Понятно. Да и по содержанию. Я ничего не ожидаю от этого принципиального. А ты кино смотрел, кстати говоря? Да, я посмотрел, да. Я посмотрел три серии, сейчас четвертая осталась, не успеваю. Ну и что? Ну ничего, я считаю, что это очень полезное кино. Я бы, конечно, хотел посмотреть все 20 часов записанных, из чего Трамп сделал 4. Вот тут бы я точно время бы нашел. Потому что мы из этого кино видим, а, что Путин хочет продать общественному мнению, то есть каким Путин хочет выглядеть в общественном мнении, это очень важно. И это получается. И второе, мы там видим взгляд Трампа, но он не менее интересен, ну да, он скороносец, но тем не менее он не менее интересен. Какого? Стоуна. Стоуна. Да. И Стоуна очень интересно, тут в интервью, когда позавчера в паре матча сказал, что вы ко мне прицепились, я не журналист, я режиссер, я художник. Я просто обращаю ваше внимание, то, о чем я всегда говорил, что вы прицепились к Трампу, как будто он берет интервью, он не интервью брал, он Стоуну. Стоуну. И что-то все время, вот он будет президентом, точно будет президентом. Ничего, Стоуну. Или вице-президентом. Не будет, он левак. Он не будет, да. Он к Трампу относится много хуже, чем к Путину. Да он ко всем плохо относится. Ну почему? Нет, нет, он, если вспомнить... Он Америку не любит, и не любит все американское. Это неправда, это совсем неправда, а это все равно, что сказать, что Звягинцев не любят России. Россия и все русское. Да, и все русское. Значит, у Стоуна в голове своя Америка. И то, что Стоун, как художник, критикует собственную власть, это отлично, ему за это ничего нету. Ну, кроме критики. В ответ, это только критика. Стоун, Мур, это люди со своим взглядом на свою страну. И именно свою страну они критикуют в первую очередь и правильно делают. Отмечу я. Но давайте перенесем это на Россию. Попробуйте себе на секунду представить Звягинцева или, о господи, Серебренникова, который с Трампом сделает такое же интервью и будет говорить по Россию то, что Стоун говорил про Америку. Так он не вернется сюда. В этом же история. Конечно, не вернется. И есть люди, которые и не возвращаются. Теперь о другом деятеле. Давай поговорим о Лукашенко, Александре Григорьевиче. Ты же с ним виделся. Да. Обедали, ужинали, да. Да, ну расскажи, пожалуйста. Ну, что рассказать, Сережа. Каков ныне Лукашенко? Он таков, как он был. Он всегда такой же. И ничем не изменился? Я же тебе не Стоун, я не бытописатель. Ну, а ты не бытописатель, но ты политписатель. Ну, так задай вопрос. Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, боится ли Лукашенко Путина? Я не думаю. Он, конечно, опасается рядом иметь такого большого соседа. Он несколько раз говорил про то, что вы к нам относитесь, как к младшим братьям. Вот. Он, конечно, понимает, что Владимир Владимирович империалист. Но при этом он также понимает, какую выгоду от такого лавирования между Украиной, Западом и Россией. И он может получить. Конечно, он это понимает. Он очень хитрый. И очень заматеревший. И он не видел 10 лет. Я с ним не разговаривал 11 лет. То есть, он стал, на твой взгляд, он вот в этом лавировании, он стал еще сильнее, чем раньше. Он стал сильнее, безусловно, в этом лавировании. Он, естественно, чем был 10 лет назад. Это очевидно. То есть, совсем еще меньше ощущения, что он может зайти в этом лавировании, как не вписаться в поворот какой-то. Ну, во время... Ну, это может случиться с каждым, но... Вот именно. Дело в том, что правила игры все время меняются. И вот, например, когда мы с ним говорили про Украину и Беларусь, он говорил, а что вы хотите? Он говорит, вот помните Будапештский меморандум? Я ему говорю, подождите, Александр Григорьевич, а что вы во время Будапештского меморандума, где вы уже были президентом? Говорит, вот, Вередиктов, ты с ума сошел. Конечно, я был президентом. А кто был президентом? Я и был президентом. Да. И он напомнил, что именно Будапештский меморандум зафиксировал вывоз ядерного оружия из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, из трех стран, в обмен на признание территориальных границ тех, которые были на момент Будапештского меморандума. Она говорит, и что ты хочешь, какую я должен занять позицию? Там же моя подпись стоит. Я никогда про это не думал, понимаешь? То есть разговор-то у нас был глубокий на самом деле. У нас там было много народу, у нас там было человек 15-20, но я вот спросил его про это. Я действительно не мог вспомнить, как это давно было Будапештским меморандумом. А он все президент, понимаешь? Он президент больше, чем я главный редактор. Такого уже не бывает, понимаешь? И вот таких вещей он много говорил об отношениях с Ельц. Сейчас это не проверишь с Борисом Николаевичем. Сейчас это не проверишь, конечно. Но я же вижу, что это часть его жизни, это часть его мифологии. Естественно, потому что в пересказе любого, как любит говорить Екатерина Шульм, актора, это приобретает немножко коррекцию. Поэтому на самом деле было очень много интересных деталей разговора с ним. Я запросил интервью, конечно, вопрос графика президента. Он готов на вопрос графика президента. Вот я 11 июля поеду в Беларусь, по 14-е, по-моему. Там будет Славянский базар. В Витебске я никогда не был на этом фестивале. И 12-го там будет конгресс Всемирной ассоциации российской прессы, где я выступаю про цифровые истории. Я очень надеюсь, что у него будет время. Если у него не будет времени, я там с ним договорюсь. Мы так договорились. Я там с ним договорюсь на интервью до сентября. В августе, например. Да, я приеду. Потому что мне показалось, что всё гораздо сложнее, чем мы в этом потоке информации потребляем. То есть, вот эта точка зрения у нас, безусловно, нужно встречаться и с оппозицией, с журналистами. И говорить у нас, например, он мне говорит, что твой эхо Москвы, и ваше эхо Москвы. Венедиктов всё время про аналоги на тунеядцев. Я говорю, это вы сказали тунеядцы? Нет, это вы сказали тунеядцы. Нет, это вы сказали тунеядцы. Это ваши так называемые тунеядцы. То есть, разговор был обычный, который я обычно с такими людьми веду. И мне кажется, это интересно было поговорить, и про пропажи людей надо поговорить, и про оппозицию, но и про отношения, безусловно, с Польшей, с Прибалтикой, с Украиной, с Россией. Это интересно. Это интересно для вас, слушателей. Если будет дано согласие на интервью, я, безусловно, буду от вас собирать вопросы. Я понимаю, что лучше, конечно, было бы сказать после того, как ты там побываешь в Белоруссии. Но по твоим ощущениям, вот как руководитель своей страны, он больше завинчивает или несколько балансирует, ослабляет, маневрирует? Он маневрирует, для меня это очевидно, и при том, что он говорит, да, я последний диктатор Европы, да. А может, и не последний, а может, и не диктатор. Ну да, но тогда я точно не был диктатором. А вот мне просто кажется, что когда там, слушайте, вот вы взяли бы там интервью у Угу Чавеса, да, да. А вы взяли бы интервью у Каддафи, да. А у Садама, да. А у Лукашенко, да, да, еще раз да. Да, скажу я, и это действительно будет нужно. Но вот что-то может проясниться потом. Слушай, вот я бы хотел прояснить некоторую вот историю, начинают судить блогера, которого выдали белорусы. Лапина. Лапина. Ну там, ну это история. Которого белорусы выдали Азербайджану, просто взяли и вычили. Да, 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 эта история такая, естественно, был поднят не мной вопрос, поэтому я его не цитирую, я могу цитировать только, что был мной. Но выяснилось буквально следующее. Действительно, этот блогер был задержан по запросу через Интерпол азербайджанской стороной, да, был задержан белорусскими властями. В ходе исследования выяснилось, что у Лапина, по словам белорусской стороны, три гражданства, российское, украинское и израильское. А вроде бы он был предложен на забрание белорусской стороной России, она не взяла, украине она не взяла, израилю она не взяла. То есть три страны своего гражданина, который был задержан белорусами по запросу азербайджанской стороны, да, и белорусская, а нам он зачем? Тогда он не белорусский гражданин, да, вот, ну и Азербайджану отдали. Могли ведь отпустить. Могли отпустить, безусловно, но и Россия могла потребовать своего гражданин. Знаешь, когда мы лётчика Яроша, да, там, или как там, Ярошенко, да, Яроша, это правый сектор, организация запрещена к Российской Федерации, к распространению. А когда мы лётчика Ярошенко тряпили, а чего мы Лапина не затребовали, а чего Климкин не затребовали, а чего не Таньяху не затребовал. А я тебе скажу, никто не хочет ссориться с Азербайджаном. Но все это истории, помимо частной истории, за которой мы теперь будем следить, а помимо этой истории вдруг вылезла абсолютно геополитическая история, когда Азербайджан оказался таким монстром на территории СНГ. Израиль не хочет ссориться, Азербайджан – союзник Израиля, и там идёт хорошая поставка оружия. Украина не хочет ссориться, потому что Ильхам Алиев, мы знаем, поддерживает Порошенко. Россия не хочет ссориться, наши вечно газово-нефтяные интересы и проблемы. И оружие тоже. И тогда эта история с выданным блогером Беларуси и Азербайджану, конечно же, могли отпустить. И здесь, конечно же, белорусская сторона тоже заиграла перед Азербайджаном. Но быстро перекинула ответственность в себя. На страны, где гражданином является задержанный человек. – Россия так любит, ведь показывает, какие мы крутые… – Такая красивая история, такая история. Я думаю, что вполне нужно спрашивать и у израильского посольства, и у украинского министра иностранных дел, и у российского министра. – И у российского министра, естественно, в первую очередь. Нет, ну мы российские граждане всё-таки. – Да, да, да. – А чего это вы за лапина не потребовали? – В первую очередь, да. – А чего вы не… – И вот, знаешь, из таких историй, я говорю, каждая история имеет свою глубину. И что хорошо, чем мы хороши на эхе, тем, что мы всё-таки пытаемся уйти вглубь, а не вширь. И вот, уходя вглубь, мы доставляем массу дискомфорта нашим слушателям. Это всё понятно. Понимаешь? А нет. Нет, вот это понятно осталось. Но добавилось ещё понятнее. – Понятно осталось что? – Что Беларусь отдала российского гражданина Азербайджану. Это правда, но это не вся правда. Понимаешь? Оказывается, Россия его не захотела. И вот тут всё началось. Поэтому такие встречи очень полезны. И я должен сказать, что президент Лакошенко был совершенно потрясающе откровенен. Было понятно, где он нами манипулирует. Ну, мне, во всяком случае. Молодым, может, не очень понятно, а мне понятно. Но уровень его жёсткости и откровенности, я отвык от таких вещей. А на встречах с другими лидерами государства они более дипломатичны. Знаешь, это история как с Макроном. Я тут продолжаю же выяснять, что случилось на пресс-конференции тогда. Путин-Макрон. Я же продолжаю встречаться, разговаривать. И вот в какой-то момент мне всё стало ясно. Знаешь, что было на самом деле? Почему Путин растерялся? Я тебе скажу, почему. Потому что всё, что Макрон сказал публично, он сказал на закрытой встрече Путина один на один. Ну, там, два на два, да? Он сказал на этой встрече. Путин привык, что когда там у тебя есть расхождение на закрытых встречах, а пресс-конференция – это такая дипломатическая штука, где все му-му-му, кис-кис, мяу-мяу. Да-да-да. Ми-ми-ми, да? Ну, всё-таки. А Макрон вывалил то, что он сказал ему в глаза тем же тоном. Это была неожиданность. Вот всё время надо копаться и понимать, что происходит на самом деле, а не в твоей голове с представлениями. Та же, как в истории с Борисом Немцовым. Да, очевидно, ответственность политическая. Лапшин, конечно. Лапшин, да? Лапшин, извините, ради бога. Да, извините, пожалуйста. А тот Лукашенко, а тот Ярошенко, извините. Да-да-да. Со всеми разобрались. В прямом эфире очень много. А тот Трамп, а этот Стоун. А тот Трамп, а этот Стоун. Вовсе даже другой, да. На самом деле, это та же история, что с Борисом Немцовым, когда люди ставят правильные вопросы и тут же дают неправильные ответы. Вернее, дают ответы, которые вызывают сомнения в их вопросах. Вот, например, вчера у Сергея Пархоменко был фотограф Дмитрий Бортко, который разбирал позицию обвинения. И очень правильно ставил вопрос. Очень правильные вопросы. И видны дыры, и так далее. Мы, кстати, поскольку его блок был на гранях рук, который заблокирован на территории Российской Федерации, мы сегодня блок поставили Дмитрия Бортко, поставили на сайт Эхо Москвы, чтобы вы первоисточник посмотрели. Но когда начинаешь вчитываться, вдруг меня начинает коробить. Ну, например, вот он говорит, автомобиль, который был куплен, этот ЗАЗ, а вот Заура Дадаева в этот день не было в Москве, он был в Грозном. А Зауру Дадаеву не покупка автомобиля вменяется, а то, что он стрелял в Немцова. Вы зачем это говорите? Или вот этот автомобиль ЗАЗ, да, его пять раз штрафовали на стоянке напротив дома Немцова, но он же был и в других местах. И что? Кого еще убили в других местах? Но вы сами говорите, что его пять раз, пять раз за несколько месяцев напротив дома Немцова штрафовали. А за рулем были эти люди. Или еще, говорит, вот там, значит, в машине нашли биологические, ну, вот эти смывы Заура Дадаева, Анзора Губашева и других. Ну, неизвестно, как они туда попали, и идет дальше. Ну, так они там были. Что такое неизвестно? Понимаешь, да? Это уже не вопрос, это ответ. Что получается, что торопится с ответами, задав правильный вопрос? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, Сереж. Я думаю, что все ведутся благими целями, все те, кто критикуют обвинения и следствия, и я к ним принадлежу, но все ведутся на легкие ответы. А ответы, как я показал с историей с блогером Лапшиным, могут быть гораздо более сложными. Или как история с этим Виктором Агеевым, вот этим контрактником, срочником, контрактником, которого задержали на Украине. Да. А можно задать вопрос? А у него контракт с кем был? Вот мама говорит, контракт. Вот контракт. Значит, он поехал сам в Ростовскую область, то есть не военкомат. Не военкомат его отправил. У него не было контракта с военкоматом, это и мама говорит. Мама говорит, он сам поехал на поезде. Извините, если вас нанимают по контракту, вы не едете на поезде. Тогда контракт с кем? Тогда, может быть, там работают ЧВК, которые нанимают по контракту, например, людей для войны на стороне сепаратистов. А давайте в этом копнем поглубже. Интересно. Да, есть приказ, номер приказа о том, что ему 5 мая присвоено звание ефрейтора. А давайте посмотрим этот приказ. Мама говорит, что он прислан ей сканом. А давайте мы посмотрим. Вот Павел Коныгин с ней разговаривал. Давайте мы посмотрим этот приказ. И с этим приказом зададим вопрос генералу армии Шойгу. Это ваш приказ? А вот еще фотография со служивцем под знаменем части. А военком говорит, таких знамен не бывает. Подожди секундочку. А можно фотографию посмотреть? А можно мы посмотрим ее? Ну, мама военком, дайте нам ее. Павел Коныгин. То есть, это может быть гораздо хуже, когда ЧВК, такие же, да, частные военные компании, которые воюют в Сирии, да, они воюют, да, конечно, с благословения российской власти. Да, конечно, с благословения Министерства обороны. Безусловно, иначе как они вооружаются и так далее. А как они оружие покупают и переводят через границу. Ну, давайте разбираться в этом глубже, а не с налету. В этом история. И, конечно, это нисколько не снимает ответственности, извини меня, российской политической власти за Виктора Агеева, который, предположим, по собственному желанию поехал туда зарабатывать деньги в составе ЧВК. А давайте вытаскивать своих граждан? Или только опять Ярошенко будем вытаскивать с бутом? Вот же вопрос. И эти вопросы надо задавать. Ответа нет. Да, надо собирать документы. Надо их изучать. Вот как это делает Биллингейт, да? Он изучает документы. Да, Биллингейт. Он изучает документы. Давайте изучать документы, давайте проводить экспертизы. И давайте выменивать этого парня на тех людей, которые сидят здесь. Давайте их выменивать. А если вы хотите выбрать, так вы объявите. Все те, кто самостоятельно по контракту в Сирии, на Украине воюют, мы к этому не имеем отношения. Сами поехали за длинным рублём, долларом, юанем, гривной. Что там в Сирии, я не помню. Тугоек, не помню. Я не помню. Давайте так. Давайте так. Или вытаскивайте. При этом, следующее слово, Министерство обороны, которое очень бодро всегда рапортует о своих победах. При этом про Ту-154 погибшим. Ничего. При этом про фейку подсунутым верховному главнокомандующим про бомбёжки в Сирии. Ничего. При этом про Виктора Агеева и других наших военно-пленных. Ничего. Только при юнормию. Ну, можно и так. Ну, можно, конечно. Как говорил товарищ Сталин, можно и так. Да. Вернёмся мы к ещё соображению по поводу убийства Немцова. Дадаев. Есть видео с дома, что Дадаев сидел в квартире. Нет такого видео с дома. Это трактовка. Я читал показания. Это трактовка, которая тоже может быть. Ведь, да, есть видео с дома без даты. Ещё раз. Там нет даты. Что Дадаев не фиксировался на выходе из квартиры. Откуда биологические следы? Откуда след выстрела? У Дадаева. Откуда биологические следы в машине? Откуда след выстрела, оставшийся у Дадаева? И почему Дадаев, когда его взяли, и когда с угрозами признали в осознаться, точно указал, где происходили действия, если он сидел дома? Как это примирить? У вас есть ответ? Как это примирить? Он же показывал, куда ехать, где стояла машина, ведь как он шёл? Он же не был на камерах, да? Он же всё показал, что совпало потом с материальными этими самыми делами. Как примирить то, что он не выходил? Ну, вот это всё он показал. Да, иначе бывает слишком просто, а вот это слишком сложно получается. Кто бы его так инструктировал, знаешь, или что-то рассказали. Нет, 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 это вот кусочек, камера без даты, не показывает, как он выходил из квартиры, без даты. А биллинг показывает оперативных трубок. А на оперативных трубках тоже биологические следы. Пётр спрашивает, что такое ЧВК, частная военная компания? Такие компании делались американцами во время войны в Ираке, такие компании воюют и в Сирии. Наберите, пожалуйста, в Гугле или там в Яндексе ЧВК «Вагнер», и вам многое откроется в вашей жизни, Пётр. Кстати, мы об этом довольно много писали. Много писали об этом. Ну, что же. В Гугле всё есть, потому что писали. Нет, мы же, у нас было и про Вагнер. Ну, я имею в виду про российскую частную военную компанию. Вагнер – это российская военная частная ЧВК. Да. Ну, что же, а вот здесь ещё парочка, говорят, которая заблудилась. Ну, там пограничники заблудились. Ну, это вопрос я не готов ещё разбирать. Конечно, мы ещё не успели сделать запросы, это вчера только пришло. Ну, да, ещё парочка. Да, да, совершенно верно. Мы признали, что они заблудились, просто мы признали, что была, была, как это называется, тренировка. Они якобы нарушители, они должны были якобы нарушить российско-украинскую границу в сторону России. Но заблудились, и он шёл на Одессу, но вышел к Херсону. Ну, это у нас уже было. Но они были без документов, без документов каких-то не было. Я не знаю, были ли они с оружием. Я вам обещаю, может быть, до завтра, если мне удастся что-нибудь получить от наших погранцов, я завтра в 17 вам про это смогу ответить. То есть, ответ сможет. Завтра в 17 часов. Если успею, если нет, мы найдём место, где ещё. А завтра будет в основном без посредников. То есть, не в основном, а даже исключительно. Ну, если только что. Кое-что подберём, наверное. Да, если что-нибудь такое выяснится. Спасибо, Алексей Венедиктов, персонально ваш. По субботам в 14 часов. Всего вам хорошего. До свидания. Ужас какой. Ну, не ужас. Нет, еле. Хорошо. Шоу про Муавио готовить. Увидимся.